здравствуйте дорогие наши радиослушатели и youtube зрители с вами народная волна чикаго лучшая русскоязычная радио на среднем западе сша и передача политинформания лучшая передача о политике и вообще о людях и ее ведущий геннадий прумер к сожалению я сегодня один с моим братом случился случилась проблема здоровья случился инфаркт проблема большая но американская медицина творит чудеса поэтому хочу чтобы мы все его эдуарда поддержали слова поддержки это слова эти слова исцеляют и надеемся скоро эдик вернется в строй а с нами сегодня украинский журналист ведущий youtube блога роман цембалюк роман вы с нами здравствуйте добрый вечер и я тоже присоединяюсь к словам которые вы сказали передавайте вашему брату-близнецу большой привет из киева и скорейшего выздоровления потому что нет времени болеть жить очень интересно и для этого надо быть здоровым и полным сил до собой событий очень много вокруг украины обратите внимание роман на мой галстук я сегодня специально подготовился желтоблокитный и надеюсь не только не только мой галстук показывает полную поддержку народу украины самому государству украина в противостоянии сегодняшним с агрессией россии прежде чем мы начнем говорить хочу сказать что сша и весь народ сша и русскоязычные общины сша полностью поддерживают украину в противоде в противоборстве есть наверно отдельные люди которые так не думают но наша студия мы все поддерживаем полностью и надеюсь правительство сша хотелось бы чтобы делала больше для украины для ее поддержки и вот вопрос первый роман есть какие-то интересные разночтения то есть европа сша говорят о том что мы должны больше помогать значит нависла угроза над независимостью украин военная а из киева идут слова какие-то невнятные о том что у нас все хорошо в принципе нам не особо это надо и никакой такой угрозы как бы нету давайте мы проясним что же на самом деле происходит геннадий я бы это характеризовал сложностями перевода ну что у нас звучат заявления в том числе в адрес западных партнеров что паниковать не надо но пришлите нам больше оборонительного оружия поэтому в части вопросов безопасности обороны у нас полная полный консенсус и это важно проговорить возможно руководителям украины нужно подбирать лучшие слова потому что слава богу любой язык позволяет свою мысль высказать намного чаще что я имею ввиду что вот это разночтение она откуда взялось потому что украинская сторона начала говорить чем дальше тем громче чтобы на народ успокоить что нет угрозы вторжения можно было бы сказать на запад немножечко по-другому что мы а ценим вклад в помощь украине всех западных стран и конечно же в первую очередь соединенных штатов да мы считаем что соединенные штаты перестраховываются и это здорово потому что в 2014 году нам этого не хватило и далее произнести простые слова которые полностью соответствуют действительности что украина за эти годы стала сильнее армия наша стала больше и сильнее и никто ничего на российским захватчикам не отдаст опять же в том числе благодаря позиции американского государства и дело не только в дживелинах и стингеров которые мы получили из эстонии или получим в ближайшее время тоже комплексное давление на россию и понятно что как мне кажется саша ну как минимум снова подняли сейчас флаг свободного мира то есть вот эти разночтения они конечно же мешают но насколько я это вижу это все-таки связано с тем что руководство украины очень сильно испугалась оттока инвестиций оттока денег из государственных аппликаций что вы понимаете она ведет к большим проблемам и опять же американское правительство подставила плечо мы знаем заявление тони блинкина который сказал не только военной поддержки но и финансовой это круто я единственно что как гражданин думаю что нужно не только говорить спасибо американцам но и например назначить специального антикоррупционного прокурора о чем так много ведутся переговоров между белым домом и наши нашим офисом а вот смотрите роман выскажу свою точку зрения обычно этого не делаю но вот в данной ситуации как мне кажется америка могла бы сделать намного больше а поистину свою точку зрения байден в свое время будучи вице-президентом он приезжал и как бы был другом и украина делала на него ставку в двадцатом году но знаете это по принципу вовремя придать не придать а предвидеть потому что 600 миллионов которые были выделены при администрации трампа были тут же срезаны для украины что для нас было очень огорчительно а также был возобновлен с северный поток 2 который был заморожен как известно при администрации трампа и был тогда он вообще не работал все думали что больше его строить не будут а вы я вам выскажу свою точку зрения а выпад расскажите насколько вы согласны мне кажется что сейчас сша должны сделать три главных шага в отношении украины первое значит снова заморозить вообще северный поток 2 это на него должны быть наложены санкции и он не должен либо он должен возобновиться работать при каких-то условиях которые будут выгодны абсолютно украине второе украина должна быть срочно принято в нато как страна защищающийся а известно что нато оборонительный союз и было бы очень важно посещение джо байдена с официальным визитом украины показав тем самым свою поддержку и вот такое участие как вы думаете геннадий но мне нечего возразить единственное что я как гражданин украины из гражданин страны которая действительно ощутила поддержку американского правительства я не имею права морального критиковать джозефа байдена и действующую американскую администрацию я понимаю откуда все это берется и знаю что дискуссия между демократами и республиканцами достаточно жарко ведется в вашингтоне и часто идет некоторая даже конкуренция кто жестче ответит владимиру путину и это все здорово и конечно же нас это все устраивает но я понимаю откуда были приняты те или иные решения например по северному потоку 2 который конечно же просто наносит колоссальный вред безопасности европы мы это уже видим потому что пока не было северного потока 2 давайте будем честны проблем с транзитом не было а сейчас владимир путин давит на германию и вообще на европу требуя включить именно этот газопровод то есть если раньше они размышляли на тему цен и так далее то есть пытались одним сторонам давать референции а другим наоборот цены завышать и требовать политических уступок то теперь они требуют политических уступок через вентиль через тот же вентиль манипулируя газопроводами ну и это конечно говорит о том что даже в той же продажите германии говорят что это была ошибка таких заявлений чем больше чем дальше и больше потому что они видят что труб стало больше газа в европе стало меньше и и условия такое отдайте нам украину получите столько газа сколько вам надо то есть все это понятно почему администрация байдена смягчила свою позицию по этому проекту я тоже понимаю и мне это не нравится как опять же как украинцу но логика такая восстановить североатлантическое сотрудничество и партнерство которое по мнению демократической администрации пострадала так это сделано это или нет но во многом не наверно эффект достигнут в том плане что даже заметим германия же тоже говорит что вы будете стрелять по украине трубу не включен но факт рисков конечно же он есть она физически построена и в любой момент можно ее включить сказать мы временно это дело сделаем в качестве исключения и понятно что северный поток 2 это проект раздора европы потому что от этого страдает не только украина масса других государств членов нато членов европейского союза и по сути этой трубой европу разделили то есть показали что в рамках экономического союза есть интересы тех или иных стран которые выше в части нато я с вами опять же согласен но реалии таковы что скорее всего в обозримом будущем этого не будет но было бы неплохо получить статус ассоциированного члена может быть да ну и же такой статус который сейчас получил катар это основной партнер сша вне нато то есть нас это тоже устроит почему я настолько осторожен и я не могу критиковать за это администрацию потому что все таки что бы там ни говорили при всей мощи и лидерстве сша над это 30 стран там есть и путин ферштейры и есть люди которые которые в принципе все равно допустим здесь прекрасная страна португалия или испании но им их не можем обвязать их думать об украине хотя в болгарию и румунию эти государства перебрасывают военных то есть есть способы провести красные линии для кремля вне этого потому что это приведет как многие считают в европе где стабилизации с ситуации на континенте знаете позицию германии опять же позицию франции которые ну пытаются между капельками проскочить и ну мы все прекрасно понимаем поэтому давайте начнем с малого в части союзник основной союзник сша вне нато это решение исключительно белого дома а дальше посмотрим потому что в любом случае вся эта история с 2014 года спасибо гению владимира путин она привела к тому что украина стала частью запада нравится это кому-то не нравится можете спорить по этому поводу или нет но есть цивилизованный мир и есть орки которые которые не стесняются в эфирах своих телеканалов говорит что мы будем сжигать на крещатике украинцев но потом удивляются почему вы нас так не любите но джозефа байдена и представители американской администрации конгресса ласка вопрос ему ну вот вот то чтобы мы хотели видеть но сегодня произошло интересное событие знаковое мне кажется сегодня в украину прибыл премьер-министр великобритании борис джонсон и мне кажется я не знаю не читал последние новости прибыл ли премьер-министр польши как предполагалось подпишут ли сегодня какие-то политические документы о предполагаемым тройственном военно-политическом союзе было бы очень хорошо конечно и это бы укрепила как мне кажется украину в поддержке вот таких вот мощных европейских лидеров и великобритания и польша как вы считаете вообще геннадий вот это как раз то что называется тактика малых союзов мы не можем сказать статус основного партнера и союзника сша вне блока нато малым союзом что-то не так но в данном случае украинская дипломатия она демонстрирует просто очень интересные шаги то есть у нас есть отдельное соглашение со странами восточной европы или центральной есть отдельное соглашение с турцией и соответственно сейчас украина польша и великобритания до конца непонятно в каком виде и как это будет зафиксировано это планировалось на сегодня но один из участников заболел на заболел коронавирусом где так понимаю на просто отодвинулась никто от этого не отказался но опять же мы видим по делам военно-транспортные самолеты великобритании они демонстративно очевидно облетали германию извините нет я не буду эти параллели проводить они не уместны заходили в обосудовательное пространство польши и и и украины просто у нас знаете я почему-то осёкся потому что я чувствую что вот это недовольство политикой немецкого правительства но очень так возбуждает украинское общество и многие считают что эта страна играет в команде владимира путина это не соответствует действительности это просто неправда и да ну может быть если одна из крупнейших европейских экономик не поставляет нам оружие ничего страшного есть другие добрые страны единственное главное чтобы они не блокировали поставки в рамках нато потому что это как-то нечестно двухсторонние контакты это одно суверенное право каждого государства а если мы говорим о безопасности в европейском союзе и в европейском континенте на тоже оборонный блок мы же ни на кого не нападали вот у нас тут извините за долгий ответ очень многих в том числе меня раздражает когда сейчас представители германии прилетает москву и извиняются просят прощения за преступление их дедов и с дедов никто ответственность не снимает проблема в том что артикулируя эти вещи в современной россии они тем самым дают аргументы для путина и всех остальных что мы правы мы можем повторить и весь этот бред связанный с использованием трагедий второй мировой войны для того чтобы обосновывать свою политику здесь и сейчас роман раздаются голоса из администрации президента зеленского о его желании вести переговоры напрямую с владимиром путиным как вы к этому относитесь если под этим правдивость какая-то может быть это просто слив и что может быть при таких переговорах вы знаете у меня такое двоякое ощущение ну во-первых президент зеленский это главный дипломат стране он вы избран на всенародных выборах и все результаты этих выборов признали и он имеет право выступать с внешнеполитическими инициативами и несмотря что несмотря на то что его за это частенько критикуют тем самым украина как государство демонстрирует что мы против войны давайте договариваться но что тут важно эти слова насчет переговоров прямых переговоров с российской федерации они же неоднократно комментировались со стороны кремля и они понятно демонстрируют свое такое презрительное отношение к президенту украины когда этого был президент порошенко и так далее я бы просто формулировал бы инициативы эти в таком в таком ключе чтобы это не выглядело как ну условно мы хотим встретиться или еще что-то что то что это нам надо больше чем вам можно вопрос по другому ставить особенно сейчас когда мы увидели полную поддержку мира на говорить по-другому владимир владимирович ну что вы не хотите общаться но так вас вас же вы сами себя задушите оккупированным донбассом вы будете висеть на вот этой ветке и у вас есть единственный способ выполнения минских соглашений вы должны пошли пойти на 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 в направлении ростова то есть уйти из украинских территорий вот только таким образом будут выполнены минские соглашения мы с особыми статусами со всем разберемся ну что ну они тут включают дурака или дуру или дурака и дуру ну в общем понимаете вот когда представители россии с таким знаете не то что снисхождеем с презрением обращаются в адрес главы украинского государства я вам хочу сказать следующее украинцев бесит независимо от того кто за кого голосовал потому что это выбор наш наш украинцы и если кто-то думает что путин какой-то там полу башок но мы так не считаем и наша армия доказала что они не полу боги не хотите сейчас общаться что вы там владимир путин сказал мы хотим обсуждать статус русского языка в украине но слушайте мы все неплохо говорим по-русски мы вас можем послать тоже на три буквы но мы этого не делаем потому что мы лучше воспитаны и наша цель минимизировать а лучше прекратить потери причем с двух сторон ну знаете мы так частенько тут когда вот эта эскалация была то есть все приходят к выводу ну что видишь российского оккупантов прицел в своей стране с оружием в руках стреляй в него потому что если ты это не сделаешь он тебя убьют но наша цель же не стоит чтобы погибло большинство много людей наша цель стоит чтобы не было этого то есть это не отменяет первую фразу часть в моей моей фразы поэтому когда они ведут себя как скоты на дипломатической арене ничего страшного ничего страшного насколько я понимаю зеленского корона от этого не упадет но это же где все все видят кто хочет мира а кто торгует войной что они там своих зомбоящиках говорят они говорят что украина нападет на россию или на донбасс ребята донбасс это и есть украина если вы туда-там временно повесили российский флаг он от этого не стал россии как бы вы бы его не называли каким-то дебильными республиками создайте сначала в тверской области народную республику потом будете нам рассказывать с особым статусом как нам жить роман а вам не кажется что это скрытая зависть к украине к ее поступательному движению к демократике и развитию к ее свободным выбором вполне возможно геннадий вот посмотрите вот что интересно вот сейчас я вот не просто так вспомнил специальном антикоррупционном прокуроре почему потому что любые контакты украина с сша они рано или поздно там вопросы безопасности и внутренние реформы почему это важно потому что справедливая система отношений в стране она приведет к тому что здесь будет просто экономический бум важно понимать это при том что сейчас средняя зарплата в россии по-моему долларов на 50 выше чем средняя зарплата в украине это при том что он путин нефть и газ все вот это вот фигня и так далее и так далее минимальная зарплата в украине с которой числа начисляются там все таки выплаты и так далее в украине уже больше то если мы в доллары переводим там средние пенсии ну да в россии чуть чуть больше чуть чуть больше понимаете но они маленькие нищенские тут но потенциалы разные естественно нет вопрос не в потенциалах вопрос просто что тут нищетой меряться как-то не вниз ни с руки я просто к чему это все веду что зависть подождите у вас путин и вот этот как вы говорите потенциал а уровень жизни ну как минимум соизмерим как минимум хотя может быть в москва там там может баблишко немножко больше и фонари там светит ярче я все прекрасно понимаю но глобально получается что вот мы вот в своем вот этом вот на развитии в своих штамм шарах и не своих внутренних спорах со российской агрессии у нас все очень даже но как минимум неплохо и россия не является примером для подражания и совсем просто не пример а роман нам к сожалению надо уйти на рекламную паузу ответственность никуда не уходите мы продолжим этот интереснейший разговор итак мы возвращаемся в передачу политинформания лучшую передачу о политике и вообще о людях и с нами на линии прекрасный журналист роман цимбалю кстати хочу сказать чтобы все люди кто интересуется правдой об украине заходите на его youtube канал и именно там вы будете знать все что происходит в украине честно и без получите все ответы на свои вопросы роман вы с нами конечно геннадий спасибо за какие теплые слова в адрес моего ютюбчика всегда приятно иметь дело с профессионалом и правда в отношении украины естественно естественно очень важно а продолжаем разговор что делать с лугандонией какое ваше видение ну во первых объяснить на российским захватчикам что их вот эти вот шуры-муры которые они называют минскими соглашениями и еще каким-то образом мы это все прекрасно понимаем мы их видим насквозь никакой как вы сказали лугандонией в составе украины не будет у нас есть конституция мы унитарное государство и на рано или поздно донецк и луганск вернуться в украинскую семью как и крым но соответственно этих два города статусе центров областно областных центров это очень просто и важно то что сейчас предлагает москва почему сейчас последних восемь лет они нам требуют чтобы как сказал владимир путин на последней пресс-конференции свою большой в конце прошлого года чтобы согласована была конституция слонеры и днр и ну что такое кремлевское вранье просто вот такое дешевое вранье на самом-то деле он хочет чтобы он написал конституцию украины но я не хочу никого расстраивать и владимир владимировича в частности он не является представителем нашей страны и он не будет диктовать на волю окупация 7 процентов территории не дает таких возможностей и как россия была страной оккупантами агрессором она такой остается и когда кто-то говорит нам что украина не выполняет минские соглашения что там что-то не так написано я все очень одни фрук это одной фразой объясню украина будет выполнять минские соглашения таким образом чтобы это вело к деоккупации украинских территорий и первый шаг который нужно сделать в данном случае российскому государству они приходят ко всем флагштокам на оккупированных территориях могут даже под ним нам все равно снимают вот так вот знаете российский флаг могут его даже не бросать и не топтать складывать его отправлять в хранилище там я не знаю куда угодно все равно и поднимается флаг украины вот с этого момента мы начинаем диалог ну что российские захватчики создали оккупационной администрации а это именно оккупационная администрация это сделала именно россия почему-то захарова лавров и тот же путин не могут нам никак объяснить почему москвичи объявляли какую-то на республику что-то сообщили запрет но и самое главное превратили извините за прямоту богатейший украинский донецк в говняную кучу и теперь и и хотят эту кучу с этой воню русского мира распространить на всю страну так не будет поэтому в современных реалиях очевидно нужно вести переговоры ну как минимум о том чтобы прекратилось прекратилось кровопролитие еще раз украина не сдастся никогда вот они должны просто понять что если они думают что они будут путем снайперских отстрелов когда-то заставят украину сказать ну ладно ладно мы сдаемся давайте организуйте теперь подвалы в вы будете там пытать нас и сжигать украинцев на крещать так не будет и хотите минска давайте прекратим стрельбу минские соглашения они как раз касаются вопросов безопасности а вот как говорят российские ну да негодяи давайте назовем прямо до негодяи как говорит сергей викторович лавров он говорит что сначала политическая часть а все остальное нюансы если эти люди думают что жизнь российских солдат это нюансы и российских граждан то мы думаем по-другому слова слова дебилы с буквой b он наверно может переадресовать своей стороне так это его слова это это не наши с вами слова это его слова а что я хотел сказать роман моя любимая теща ждет не дождется когда ее родной донецк будет освобожден от оккупантов и вернется вернется к нормальной мирной жизни в украине а сейчас бы я хотел бы поговорить о женщинах если вы не против правильно когда-то в советском союзе главными женщинами были космонавтки актрисы доярки но сегодня три главных женщины в россии это госпожа захарова я бы не сказал я не буду даже употреблять слово госпожа захарова мария захарова ольга скобеева и примкнувшая к ним маргарита симоньян вот три грации такие чтобы о них сказали и вообще о пропаганде на российском телевидении вы знаете мне кажется что их уже скопом даже наверное и не надо называть я тут недавно определил такую штуку что ольга скобеева она же свою программу переформатилова если там раньше такой собачий лай который там нон-стоп они там лаяли украина гав фашисты украины гав нацисты то теперь она своим этим сам прирученным она уже им слова практически не дает и сама начитывает там 15 16 минутные сюжеты где соответственно очень много цитат и информации с украинских каналов украинских представителей американских сенаторов которые в эфире уже российского телевидения говорят что оружие в украине было и будет еще больше санкции будут еще жестче а только суньтесь я так думаю если она но вы представляете украинские каналы которые показывают распаковки современного западного оружия они же не транслируют в россии идут на россии 1 они показывают как условно условно анло вот этот шведская на английский как он попадает в танк и просто разносится башня просто это видно как куски брони разлетаются на большие расстояния я вот думаю и все это видит на российский танкист в ростовской области интересно что и какие мысли посещают наверное думают блин пора идти в церковь молиться за путина чтобы они оттал команду команду наступать потому что потому что укры сожгут и и до сожгут и это правда поэтому понимаете тут каким-то образом какие-то негативные слова в адрес вышеперечисленных представительниц прекрасного пола я говорить не буду резкие потому что моторах я джентльмена во вторых понимаете а эти люди тут это не половой признак на самом-то деле просто вышеперечисленные люди они громкие они яркие возможно миллионеры все кроме марии владимировны но они не принимают решение они массовка высококачественная высокопрофессионально не без этого но все-таки они преступники они совершают преступление это называется информационное преступление то есть конечно же это то что они делают это не пропаганда это информационное преступление как определить это просто если их слова и действия ведут к смерти конкретно взятых людей то это и есть информационное преступление поэтому все просто а теща вы не могу не отреагировать вы передавать им большой киевский привет спасибо что эта история надолго и чтобы снова прилететь на самолете в донецк в донецкий аэропорт это будет не завтра к сожалению я уверен что она прекрасно знает что а ее город в вот этот вот клааку русского мира превратил владимир путин и его и его армия именно эти люди разрушили донецкий аэропорт понимаете я не знаю вот их вот эта экспортная модель но от нее конечно же бросают в дрожь мало того что они разрушили инфраструктуру они вели там комендантский час вели в прямом смысле контрастационные лагеря против там же не пантеровцы какие-то мифические живут там действительно но это русскоязычный город и это ни для кого не секрет чушь вы пытаете доничан ну как это так приехали эти морды из москвы но и не только то есть это ну я не знаю и потом они нам рассказывают что-то о том что кто-то нацист ну блин это же все же видят что они там сделали ну и конечно все эти слова все эти действия были полностью одобрены прекрасными дамами фамилии которых вы только что произнесли а роман хотел бы еще за задеть вспомнить одну даму которая недавно пролетела на должность пославка баверда это видимо было ее такая нора где она хотела провести остаток жизни это но не удалось и мне кажется благодаря украинскому вниманию к ней персональному вопрос вот в чем почему все-таки украина мало уделяет внимание тому чтобы всех кто уезжает в европу вот даже пропагандисты почему их там не преследовать в европе не показывать что они преступники не выдавать кстати ордера может быть на их арест на их задержание кстати как это делает часто сша это мы видим как вы видите смотрите на этот на эту проблему ну давайте с наташей поклонской разберемся она же такой вот эталонный предатель которого оккупационные власти вознеслись и показали что вот мы одну прекрасную няш-мяш сделаем там депутатами всякое такое раздадим кучу благ но потом выяснилось что даст тоже спустя годы предатель остаются предателями и в том числе в российской системе координат то есть я так понимаю ей хотели найти вот это вот место посла в кабаверда у нас там посольство по по совместительству но очевидно когда даже после того как выдали а грима потому что понятно что если путин подписал соответствующий указ значит был сначала грима то потом очевидно даже в кабаверда им пришел пришла бумага мы хотим наташу назначить у вас послом но люди которые живут на этом прекрасном острове то нам какая разница присылайте кого угодно а потом когда они вчитались а кто это решили что портить отношения с другими странами потому что это же легализация оккупации нет никакого смысла дело не только в украине потому что так много стран думают ну чтобы в общем карьера дипломата у нее закончилась нового также это предателя никто не любит а вот в части преследования тут понимаете опять же геннадий я буду честен и говорить прямо мы в своей стране в стране и на территории под украинским флагом вот с 14 года прошло так много лет масса людей которые перешли на сторону на российских оккупационных сил проводили референдумы они фактически никто не наказан и когда ты на это смотришь то ну я честно говоря с одним вопросом дорогие украинцы вам что мало крови вы хотите можем поиграть в игру можем повторить или как потому что вот эти вот ребята у нас же есть вот идиоты которые кричат что если путин нападет тем самым он освободит украину от кого от украинцев откроем они они это называют освободиться от внешнего управления сша и да еще кучу скажу говорят иметь и все эти слова они имеют соответствующие статьи в уголовном кодексе украины но почему-то у нас там ну как то вот мы такая знаете страна мягкая мы за за то чтобы договариваться между разными кланами там еще что-то наступился человек ну давайте простим потому что он сейчас какому-то олигарху примкнул ну и так далее и так далее а мне кажется что за вот такие преступления надо сажать в тюрьму ну или хотя бы заниматься таким вопросом чтобы эти люди не имели права быть во власти и когда кто-то как вы задаете резонный вопрос вы что украинцы вы что совсем слепые что не видите у вас есть только механизмов как работать с этим ну я бы начал бы вот с украины а дальше посмотрим потому что видите это это реально отвратительная история и как мне кажется и такие дискуссии в украинском обществе есть это закон на коллаборационизме если ты служил на гитлеру извините путину то нет ну 21 век на на никто тебя там может даже послушайте даже не обязательно садить человека в тюрьму хотя просто досмотреть по по ситуации это эти люди должны быть не не рукопожатными примете так это как как прокаженные это те которые зовут в твой дом войну и я думаю что как ни странно украина постепенно рано или поздно на к этому придет мне кажется роман опыт израиля в этом смысле очень показателен когда все преступники люди которые убивали евреев то есть находились преследование то есть под ними земля горела они не могли найти себе покой нигде и никогда даже спрятавшись где-нибудь в аргентине вот мне кажется опыт такой для украины был бы мне кажется правильному может быть на будущее а такой вопрос тут по меткому выражению моего брата эдуарда белорусский чикатило произнес несколько слов странных вот в отношении украины он вроде как готов стать полной грудью на защиту русского мира давайте о нем чего-нибудь скажем ну поразмышляем его позицию я говорю естественно об александре лукашенко вы знаете на ли кажется александр григорьевич совсем запутался ему везде мерещатся враги и заговоры все хотят напасть на белоруссии расчленить я вот недавно у себя на канале делал видео где центральные белорусские каналы сообщают белорусам о том что мы украинцы хотим напасть и отхватить у них полесье а поляги хотят отхватить у них там что там восточные крест соответственно регионы который граничит с польшей и только вот владимир путин большой-большой молодец но по сути не был такая фраза интересная что война возможно там он всех врагов перечислил кстати саша саша тоже потом в списке она возможно в двух случаях если на беларусь кто-то нападет и если на россию кто-то нападет и он говорил что если кто-то на беларусь нападет то тысячи российских солдат будут здесь и вот почему я говорю что он запутался им надо помочь наверное каким-то образом и объяснить подождите еще никто не напал но почему-то на начало февраля вот сейчас вот в обозримом будущем будут проходить крупнейшие военные учения на территории беларусь на территории республики беларусь в первую очередь эти учения будут проводить россияне то есть нажите но а чем это не интервенция если они то есть понимаете мне так кажется что даже для александра григорьевича дорогая эта страна но он и считает что это его собственность и тут многие белорусы с ними согласны но по сути они делают лепят вот этот образ врага это все российская калька что придет нато что-то заберет будет бомбить но надо будет бомбить только в том случае если вы на кого-то нападете они вроде бы не собираются ну короче история грустная и ясно одно что вот вот эти вот люди которые десятилетиями сидят власти они они же взрослеют и у них по моему просто начинают шарики за ролики закатываться и они готовы убить любое количество людей в первую очередь своих граждан для того чтобы править до смерти чтобы их вот прямо из кабинета сразу мавзолей собственно это мало куда-нибудь мавзолей мало а роман заканчивается передача еще один такой вопрос почему все таки украина недостаточно себя показывает инфо я имею виду информационное обслуживание я не хочу сказать слово пропаганда я не люблю но в каком-то смысле почему украина не показывает себя больше на международном уровне как бы понимаете как многие люди и поддержали бы украину но они может быть и не знают что происходит вот это я имею ввиду почему вот так слабо все-таки на международной арене украина представлена вы знаете такой больной вопрос и он такой на который можно говорить очень и очень долго это вопрос инструментов но опять же будем честны мы никогда не будем создавать что-то типа rush и today да да конечно поэтому у нас есть несколько государственных средств массовой информации которые вещают на английском языке и на других языках но я даже не скажу что мы слабо себя рассказываю ну дело в том что если бы вот все совсем так было бы плохо то западный мир бы нас так не поддерживал и вот недавно были опросы во многих странах в том числе в соединенных штатах большое количество людей то есть может быть это не большинство но мы все-таки другая страна которая очень далеко которые готовы поддерживать нас это то есть а это в избирательной системе это очень важно поэтому сказать что ничего не делается наверное не совсем корректно недостаточно я не говорю ничего как бы мне как мне кажется больше не недостаточно просто геннадий здесь нет вот идеала всегда можно сделать лучше всегда можно сказать больше четче доходчивее и даже вот наш эфир вы считаете что это маленькая капелька в этом направлении хотя мне иногда кажется блин а может быть я тут тут немножечко начал заикаться тут мысль поделила можно было лучше сказать сказать что ребята можно говорить на разных языках быть разными быть людьми разных национальностей разного возраста но никто не имеет права оправдывать войну и убийство потому что все в школе учились все знают к чему это ведет это только полные идиоты могут рассказывать вот этот вот этот тезис можем повторить когда как как в нормальном обществе в принципе может этот тезис прижиться вы что не знаете что на войне умирают с двух сторон или вы думаете что путин опять подпишет второй указ и скажет что знаете потери россиян они не то что сервисе секретны если он его убили в украине российского захватчика давайте просто аннулируем ему свидетельство рождения чтобы чтобы все остальные не расстраивались можно также поставить вопрос поэтому всегда можно лучше но на самом-то деле все очень неплохо роман заканчивая нашу передачу хочу сказать что украина единственная на постсоветском пространстве государства у которой получилось сделать демократию у которой получилось прийти к свободе за которую конечно надо побороться мы вас очень благодарим за это интервью вы наш прекрасный и близкий друг нашей радиостанции нашей передачи и еще раз хотим заверить в полной поддержке украинского народа украины за свою свободу и демократию против оккупации россии всего вам самого лучшего роман передавайте привет украинцам а вы пожалуйста тещи и на эдуард спасибо всего вам хорошего до свидания